Так, ну ладно. Это были вариативные шаблоны. На самом деле, вот то, что я вам сейчас показал с реализацией Print, а также из Homagenius, это немножечко устаревшая штука. Потому что начиная с C++17, появилась более крутая штука, которая называется Fold Expressions, выражение свертки. Сейчас я скопипащу этот файл. А вы говорили, что с предыдущими типами можно делать три вещи. Да, и вот это как раз третья, которую можно с ними делать, начиная с C++17. Можно делать свертку. Fold Expressions, начиная с C++17. Можно делать вот как. Так, я сейчас все удалю. И напишу просто так. Template. TypeName. Многоточие. Types. Ну вот, struct. Is Homagenius. StaticConstBullValue. Равно. Давайте я не из Homagenius сначала что-нибудь, а что-нибудь. All что-нибудь. Какое-нибудь общее свойство для всех проверю. All pointers. Не знаю. Вот, короче, хочу проверить, что все типы в пакете это пойнтеры. Ну, у меня есть метафункция isPointer, которая для данного типа проверяет, это пойнтер или нет. И вот, что я могу сделать, начиная с C++17. Я могу сказать из Pointer от Types конъюнкция многоточие. Но только скобочки надо поставить внешние, иначе компилятор не распарсит. То есть я могу сделать, ну вот, и так далее, как бы, по типу. Прям вот такая математическая аннотация в каком-то смысле. Из Pointer V только, конечно. То есть, смотрите, если у меня есть пакет, то я могу его засунуть в fold expression. Вот это называется fold expression. Когда вы берете какой-то expression, в котором фигурирует пакет, и бинарным оператором его соединяете просто с многоточием. Так можно делать, начиная с C++17, и это, конечно же, все в compile-тайме разворачивается. То есть это означает для всех типов из пакета повтори вот эту вот штуку через конъюнкцию i. Вот это сделай. Ну, давайте поймем, как реализовать isHomagenous с помощью fold expression. Ну, мне потребуется все равно head, мне потребуется type name head, type name многоточие tail. Как мне реализовать isHomagenous? Мне нужно... Ну что, я просто проверю, что head равен всем остальным в хвосте. Правильно? Правильно? Я просто скажу, std is same. v от head , tail и многоточие. И вот здесь обязательно тоже внешняя скобка. Вот в левой части конъюнкции у меня фигурирует пакет. И вот это, ну вот, можно доказать, но делать мы этого, конечно, не будем, что это однозначно парсится, если есть внешние скобки. А он не создает рекурсивно? Ничего. Как не создает? Все то же самое. Он проинстанцирует, ну как, у тебя будет is same way в количестве o от n. То есть это просто такой способ написать то же самое? Это просто короче написать можно, да. Не делать рекурсию явно, а ее... Ну, тут нет рекурсии. Тут просто для всех tail из tail у тебя есть инстанцирование. Вот, ну ладно. Но... Хорошо, а можно ли print с помощью этого реализовать? То есть я хочу не делать рекурсивные вызовы print от меньшего числа аргументов, а прям тут обойтись. То есть вот написать что-то типа stdcout и вот что-то такое, да. Вот что написать? Могу ли я такое написать? Возможно, если print будет возвращать... Давайте я скажу, что... Господи, здесь у меня просто types. Могу. У меня есть fold expression с фиксированным левым аргументом. Я могу написать вот так. stdcout многоточие types. Так, вот только я... Да, скобки обязательные. Вот, возможно, я вас сейчас все-таки обманул. Может, просто две? Чего? А я просто полотенцем. Не-не, я сейчас открою... Тут лучше всего просто показать пример из reference. У fold expression есть четыре разновидности. Есть вот такая, это та, которую я вам показал, пакет, бинарный оператор, многоточие. Вторая, это многоточие, бинарный оператор, пакет. Третья, это пакет, оператор, многоточие, оператор, инициализатор. И четвертая, это вот та, которую я сейчас использовал. Инициализатор, оператор, многоточие, оператор, пакет. В качестве оператора может быть любой из этих, 32. Пакет, это выражение, которое содержит нераскрытый пакет. Вот, собственно, параметр баг. И не содержит оператора, который по приоритету ниже, чем cast expression. Вот. Вот в чем смысл... Давайте сначала поймем, в чем разница между вот этими двумя формами. Когда надо использовать первую, когда вторую. Разница в ассоциативности. Помните, мы с вами обсуждали, что там разные операторы имеют разную. Кто-то лево ассоциативен, кто-то право ассоциативен. Вот, если вы посмотрите на первый вид выражения, то он превращается в право ассоциативную штуку. То есть написать вот так эквивалентно, как если бы вы написали вот такое. То есть у вас как бы скобки как будто справа налево расставлены. Написать многоточие оператор пакет эквивалентно написать вот так вот скобки расставив. В принте нам нужно второе. В чем? В принте нам нужно второе. Но это как раз то, что нужно для принта. Потому что в качестве и выступает stdcout. И это превращается вот в такой вот expression. stdcout e1. От всего этого еще влево-влево e2 и так далее. Вот. Ну вот очень просто. Вот как проверить там, что все були, которые передали функцию true. Вот вам просто return. Вот такое. Ну вот можно там сумму посчитать. Ну вот здесь возможно даже показан print. Да, вот принтер, собственно. Вот как работает print. Просто вот то, что я написал. Ну еще в конце, конец строки. Гораздо короче, чем то, что было раньше. С непонятными какими-то рекурсиями и так далее. Это fold expression. А можете вернуться еще раз на принтер? Сейчас вот что за два, там две комиксы стоят. Ну вот типа я понимаю. Не-не-не, это вопрос снимается. Нет, я это сейчас не буду рассказывать. Считать, что это просто обычная ссылка. Пока бог вас упаси это знать. Так. Ну вот. Fold expressions. Есть ли вопросы про fold expressions? Нету? Ну хорошо. Ну, напоследок, говоря про шаблоны, я вам покажу еще парочку вещей. Я это назову пунктом 6.10. Вот. И я думаю, честно говоря, что вот у вас будет задача матрицы, и я попрошу вас там это реализовать все-таки. Сейчас я вам покажу такой, ну, я назову этот пункт неочевидное использование шаблонов. Мы к шаблонам еще вернемся во втором семестре. Будем про них говорить подробнее. Вообще, на самом деле, шаблоны в C++ это целый язык в языке. Я как вам вроде уже говорил, что существуют там отдельные книжки, очень толстые там по тысяче страниц. Чисто, вот, которые не язык C++, а шаблоны C++. То есть, как бы, вот, шаблоны это настолько огромная тема, огромный раздел языка C++, что можно только одни шаблоны изучать целый семестр. Кстати, там вот есть такой у нас Рома Санду, он, по-моему, на четвертом курсе, как будто для желающих читает целый культативный курс по метапрограммированию. По сути, целый семестр разговора про шаблоны C++. Но мы с вами еще вернемся к шаблонам. И в следующем семестре у нас будет еще целая глава нашего рассказа про шаблоны. И даже, может, даже не одна. Но пока мы так лайтовенько с ними познакомились. Тем не менее, я вам сейчас покажу парочку интересных применений этих шаблонов. И вот первое из них. Нам оно тоже еще в будущем встретится. Include его стрим даже не понадобится. Это такой, да, пример взят из Википедии. И сразу скажу, я просто его скопировал. Вот это такой учебный пример, как неочевидно можно использовать шаблоны в своем коде. Сейчас, возможно, вам это совершенно не покажется чем-то интересным. Просто посмотрите на этот пример, ну, так. Поверхностно запомните, а потом, возможно, когда-то он вам пригодится и мы про него вспомним. Пример, значит, это паттерн, который называется CRTP. CRTP расшифровывается... Нет, давайте сначала вы поймете, что-то написано, потом я вам скажу, как это расшифровывается. Смотрите, у меня есть шаблонный класс Base, а еще есть класс Derive, который является наследником Base с шаблонным параметром Derive. Так можно вообще? Отличный вопрос. Как вы думаете? Ну, можно раз написано, это не опечатка, так и есть, да. То есть я взял класс Derive и унаследовал от Base с шаблонным параметром Derive. Ну, в каком-то смысле, да. То есть мы Base в качестве шаблонного параметра передаем того, кто есть его наследник. Таким образом Base в некотором смысле знает, что T это его потомок. И за счет этого мы можем получать интересные эффекты. Например, мы можем в каком-то смысле имитировать поведение виртуальных функций. Вот у нас есть какая-то функция Interface, которая у базы, у базового класса определена. Но для разных T она себя ведет по-разному. И мы, обращаясь к базовому классу, мы можем хранить там указатель или ссылку на Base и вызывать интерфейс. Но по факту будет делаться static cast к наследнику и вызываться реализация у него. Почему у нас не возникает никаких циклов при компиляции? Это на самом деле хороший вопрос на осознание шаблонов. А кому кажется вообще, у кого есть чувство, что не должно так это компилироваться? Ну, типа, почему, как это вообще может компилироваться? Как можно в Base подставить, вот у кого еще, кроме вот, есть такое чувство? Видишь, тут есть, я бы сказал, три уровня понимания. Нулевой, первый и второй. Нулевой уровень, если вы вообще смотрите на это и, ну, как бы, вам ничего не кажется, потому что вы чем-то другим занимаетесь или вы просто... Ну, короче, на нулевом уровне вам не кажется ничего странного здесь. Ну, типа, ну, что-то написано, ну, Base с шаблоном параметром дирает, да и ладно. На первом уровне вам начинает казаться, что это не должно компилироваться. На втором уровне вы понимаете, что все-таки должно. И вот, короче, если кто сейчас на первом уровне, это уже хорошо. То есть, по крайней мере, не на нулевом. То есть, вот если вас сейчас глядя на этот код, вы задаетесь вопросом, а как это вообще может компилироваться, это уже значит, что вы что-то понимаете. То есть, у вас, в принципе, возникает вопрос какой-то, типа, почему это вообще работает. Вот теперь задача максимума осознать, что на самом деле это все-таки работает, и нет здесь никакой проблемы. А в чем действительно проблема? Шаблоны — это же просто генерация кода. То есть, когда я говорю derived base с шаблонным параметром derived, я просто говорю компилятору, подставь-ка ты, пожалуйста, t равно derived base, и просто, ну вот просто возьми этот кусок кода и скопипасте его, как будто, но только вместо t везде напиши derived. Все. Ну то есть, у тебя как бы, все, что должен сделать компилятор, это взять и скопипастить. Кстати, я даже не уверен, что derived, вот мне кажется, derived даже не надо для этого объявить. Не, понятно, что не надо, но как компилятор с этим борется? Ну, просто компилятор... Если он не знает, что derived, то он уже сверху не узнает, что... Я думаю, под это сделан костыль, типа, что он этот шаблон... Каждый раз определить? Ээээ... Ну, да, вот тут, конечно, тонкий момент, где именно он его объявит, это хороший вопрос. Вот, но понятно, что в этом классе нельзя объявлять ничего вот так, например, нельзя написать. То есть, если бы я так написал, то понятно, что это бы не скомпилировалось. Я не могу в классе base объявить переменную типа t, потому что это бы означало, что derived, в котором есть поле типа derived, но так нельзя. Но если в классе base нет никаких непосредственно объектов типа t, здесь, кстати, могут быть указатели или ссылки на t, вот это не проблема. Вот создать указатель или ссылку на t здесь, это не проблема. А, типа, ты что, вначале, видимо, объявит derived, потом... Ну да, он правильно сделает все как надо, чтобы у него там не зациклить. То есть, он derived куда-то в пиндюре это объявление, а потом напишет определение base. То есть, в этом смысле он справится. Чё, в чём он бы мог не справиться, это если бы... Чё? Ссылка не очевидна. Там же надо, когда ссылку создаёшь, указать... Да, он должен на что-то сослаться. Нет, ну, это уже вопрос, это уже вопрос конструктор, как будет выглядеть. Просто поле типа ссылка объявить мне никто не мешает. Другой вопрос, что я не могу создать base по умолчанию теперь. Но это уже другой вопрос, это не вопрос... Ну, это ошибка другого уровня. Вот, чтобы мне объявить T звёздочку или T amp как поле, мне не нужно знать определение derived. Мне достаточно знать только объявление derived. Это не очень очевидное замечание, но вот так. Поэтому это будет компилироваться даже если у base есть указатели или ссылки на T внутри. Но если там есть прям объекты типа T, то это, конечно, не скомпилируется. Потому что, ну, это будет зацикленность. Нельзя создать derived, у которого есть поле derived. А вот в этих двух случаях, когда указатель или ссылка или вообще нет никаких упоминаний, то никаких проблем, просто генерируется копипаста этого класса base, в котором вместо T везде написано derived и всё. Ну, derived, возможно, дописано выше, чтобы он понимал, что это такое. Но определение derived для этого не требуется. Вот, и это компилируется, и это иногда применяется. Ну, вот, например, для того, чтобы сделать вот какой-то интерфейс общий для разных, значит... Ну, в каком-то смысле это похоже на механизм виртуальных функций, ну так, отдалённом. А расшифровывается это... Curiously Recursive Template Pattern. Так и расшифровывается. Возможно, не Recursive, а Recurrent. По-моему, Recursive. Curiously Recursive Template Pattern. CRTP. CRTP. Об этом есть целая статья в Википедии. Потому что можно в английской Википедии найти статью, которая так называется. Пример я просто скопиквасил из Википедии. В английской же Википедии есть пара ещё примеров кода, где какие-то более практически полезные применения этой штуки показаны. Ну, разумеется, можно там нагуглить много разных видосиков на YouTube, где применяются какие-то там рассказы о применении этой штуки. Вот, ну и наконец, я вам хочу показать пушку вообще. Штука, которая называется... Которую я вас как раз попрошу реализовать в Матрицах. Которая называется Expression Templates. Пример снова взят из Википедии. Вот сейчас потребуется некоторое осознание. Так, давайте я только... Ой, я тут не удалил некоторые вещи, которые вам не стоило видеть. Давайте я здесь напишу Double, чтобы вы не очень пугались. Тут ещё Auto написано. Ну, ладно. Auto, я думаю, вы не так сильно испугаетесь. Смотрите. Expression Templates. Представьте, что вам нужно реализовать класс Матриц. Ну, действительно, зачем вам это было нужно сделать? Ну, давайте для простоты представим, что вам нужно реализовать класс Вектор. Ну, Вектор не в смысле STD-вектор, а в смысле математический вектор. Ну, то есть вот упорядоченный набор чисел. И вы хотите уметь складывать эти векторы по компонентам. Что вы хотите уметь делать? Вы хотите, чтобы можно было у векторов брать сумму, на у этой суммы брать квадратные скобочки. Ну, вот интересная деталь. Вы понимаете, что вам иногда, часто на самом деле, хочется уметь брать квадратные скобочки от суммы, при том, что вам не все значения это нужны. Вам хочется, как бы, посчитать ито-элемент суммы векторов, но не считать всю сумму векторов при этом, как и с матрицами. Вам может хотеться посчитать ито-элемент произведения матриц, но, как бы, вы уже не можете обратиться квадратными скобочками к объекту, пока он не будет посчитан. Если вы просто реализуете произведение матриц и будете обращаться к ним квадратными скобочками, то, чтобы вам единственный элемент произведения получить, вам придется все произведение матриц сначала посчитать, только потом вы элемент его можете получить квадратными скобочками. Вот это гениальная штука с помощью шаблонов. Это, в общем, техника, которая позволяет вам обращаться к элементам суммы или произведения, не вычисляя всю сумму или произведения, ленивые вычисления, за счет шаблона. Что вы делаете? Вы объявляете класс expression. И, значит, expression у вас бывают двух видов. По сути, вы синтаксическое дерево разбора имитируете в каком-то смысле. У вас бывают expression это leaf и не leaf. Leaf это лист. Вот vec это лист. Вот класс vec это такой expression, который просто, ну, как бы вектор. Атомарная формула в смысле матлога, если говорить. Это лист вашего дерева разбора. А есть еще vec sum. Вот это не лист. Vec sum это vec expression с шаблонным параметром vec sum от e1. Vec sum это шаблонный класс с двумя шаблонными параметром vec sum от двух expression берется. Вот. Соответственно, у вас здесь используется, чтобы вы думали, CRTP. Vec expression это базовый класс. И vec это наследник vec expression с шаблонным параметром vec. И vec sum это наследник vec expression с шаблонным параметром vec sum. Вот. Вы умеете создавать vec sum от двух других expression. И инициализировать вот эти значения. Что у вас хранит vec sum? Она хранит два поля. И смотрите, какие типы у этих полей. У этих полей типы такие. Это conditional. Если это лист, то это ссылка на объект. А иначе это сам объект. Ну то есть в случае листа, в случае вектора, вы будете хранить здесь ссылку на вектор. А в случае expression вы будете хранить здесь настоящую expression, а не ссылку на него. Итак, вы храните два поля U и V, где U и V это вот олицетворяют ваши левую и правую части expression. Когда вы обращаетесь квадратными скобочками по индексу, вы вычисляете Ui плюс Vi. Соответственно, вы рекурсивно, если у вас там длинное дерево, если у вас большая сумма вот такая вот, вы рекурсивно, каждая Ui спускает вас в квадратные скобочки на уровень ниже. И всякий раз вы не создаете вектор целиком. Вы либо создаете вот эту промежуточную обертку век expression, у которой вызываете квадратные скобочки, либо вы, ну и в конце концов, вы доходите до листа, который является век. А тогда вы уже храните его настоящий, тогда вы храните ссылку на него, а не копию, наоборот. А у него квадратные скобочки уже возвращают вам настоящий элемент вектора. Вот он. Вот он уже хранит настоящий массив элементов, и он возвращает вам это элемент. Таким образом, вы получаете обращение к этому элементу суммы, не вычисляя всю сумму, а вычисляя только это элемент суммы. Пример скопипастен из википедии. Правда, если в лоб скопипастить пример из википедии, он не компилируется. Знаете почему? Потому что там люди забыли, точнее, наоборот, не забыли, а переборщили. Там написано было std-conditional-t, вот это всё, .type. Короче, если будете копипастить пример из википедии, то уберите отсюда .type и скомпилируется. Вот. Почему нельзя хранить ссылку на век сумму? Я боюсь, что будет проблема с продлением жизни. Потому что, ээээ... В каком месте создается век сумму? Ну, как бы, да, ты же создаёшь, вот, ты в век сумм передаёшь параметры по константным ссылкам. И если у тебя и поле при этом константная ссылка, то ты наталкиваешься на проблему то есть ту самую. Продление жизни поля, являющегося константной ссылкой, которая, вообще говоря, не работает. Тебе нужно, чтобы поле было объектом. Константные ссылки, будучи полями, жизнь объектом не продлевают. По крайней мере, до C++23. Говорят, что C++23 поменяли, но я ничего не проверял. Вот. Это называется expression templates. Ну и вот пример. Вот я пробегаюсь по... Вот у меня, значит, век суммов век type равно v0 плюс v1 плюс v2. v0 плюс v1 плюс v2 имеет тип век сумм от век сумм от век запятая век, угловая скобка закрыл, запятая век. Ну вот, авто здесь автоматически выводит тип. Вот здесь сказано, что тип будет вот такой, как я сказал. Ну и обращение по квадратным скобочкам, оно позволяет вам получать it-элемент суммы, да, как я уже сказал, не вычитая всю сумму. То есть, по сути, мы с вами построили вот такое дерево синтаксического разбора экспрессионов на шаблонах. Он в смысле... Очень напоминает Matlock, правда? Ну вот. Ну, я думаю, хватит с вас шаблонов. Все. Я рассказал все, что хотел про шаблоны на сегодня. Но, конечно же, мы на этом не расходимся. Давайте дальше. Нам, в идеале, до конца этого семестра еще аж две главы успеть. И следующая тема называется «Исключения». Эксепшн. Грустно вам? Угу. 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 Итак, глава седьмая. Исключения. Угу. Угу. Кто пользовался исключениями в своей жизни хотя бы раз? В плюсах. В плюсах. Ну а кто в плюсах пользовался? Угу. 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 Почти все, да, как и шаблонами. Но exception, я думаю, даже побольше народу пользовалось. Но это еще одна боль. По сути, наш курс состоит из того, что мы создаем себе все больше проблем, а потом весело их разгребаем. Сейчас мы добавим в язык еще одну замечательную возможность, которая была задумана как удобное средство обработки ошибок. Удобное, да. Безопасное, удобное и вообще... Да. Можем просто не ошибаться. Что такое exceptions? Ну, давайте опять пункт 7.1, я назову idea of exceptions и basic examples. Ну, тут надо в своем рассказе немножко уйти в прошлое, в историю, и подумать о том, а как вообще мы умеем обрабатывать ошибки в языке программирования. Ну, скажем, вот в языке C, как мы умели это делать. У нас какая глобальная проблема есть? Представляете, что мы вызываем какую-нибудь функцию, и она не смогла завершиться удачно. Ну, вот у нас могут быть какие-то операции, которые могут завершаться неудачно. Какие-то функции. И мы хотим из вызывающего кода как-то уметь понимать, что функция завершилась неудачно. Но при этом у функции может быть возвращаемый параметр int, скажем, и принимаемый тоже параметр, какое-нибудь число. И мы по возвращаемому параметру никак не поймем, она удачно завершилась или нет. Потому что отрицательные числа тоже могут иметь какой-то смысл. Да, тут есть разные подходы. Ну, вот один из подходов, самый простой подход, это возвращать функцию, возвращать код ошибки. Ну, по сути, так сделано в Linux. Мы когда с вами вызываем какую-то программу, она вызывающему код, то есть наш терминал возвращает код возврата. С точки зрения вызывающего процесса, с точки зрения терминала, наша программа, a.out, это тоже функция в каком-то смысле. Но можно считать, что это вот main, тот самый, который возвращает int. Вот его-то мы и вызываем, и он возвращает наружу int. Вот main, который возвращает int, он его кому возвращает, и что это за int? По умолчанию он возвращает 0, если мы не напишем, что он возвращает. Но можно из main вернуть не 0. И тогда тот, кто и вызывал вашу программу, получит на выход код ошибки какой-то. И он сможет его как-то интерпретировать. Вот это отголоски старого дедовского метода советского по обработке ошибок в языке C. Просто возвращаетесь с функцией код возврата. Но что же тогда делать, если вы хотите, чтобы ваша функция что-то полезное возвращала, кроме кода возврата? Ну, возвращать пару можно. Но у нас в C не было пар. Тогда приходилось делать так. Мы по указателю передаем функцию то, куда она должна положить результат, а в качестве результата функции ожидаем код возврата. Или наоборот. Мы в качестве возврата ожидаем результат, но по указателю передаем ей переменную, в которую она должна положить код ошибки. И мы всегда должны не забывать проверить, завершилась ли функция удачно. Потому что, если функция завершилась неудачно, то, возможно, наша программа дальше будет работать некорректно, а мы этого не заметили, это печально, это плохо. Вот. Ну, какие мы знаем примеры таких функций, которые могут завершиться неудачно? Ну, malloc самая такая, наверное, известная функция. То есть, вот, у нас есть функция malloc, да, из C-шной библиотеки. Вот она может завершиться неудачно. Она может вернуть указатель, а может вернуть nullptr. Ну, она может вернуть валидный указатель, а может вернуть nullptr. Ну, что такое malloc, да? Это C-шная функция выделения динамической памяти. Include C-стедали, по-моему. C-шная функция выделения динамической памяти. Она может вернуть валидный пойнтер, а может вернуть nullptr. Ну, с функцией malloc, может, еще не так интересно, потому что nullptr, ну, там, если его разыменуешь, то сразу же будет плохо. Но все равно, вот, вызвали функцию malloc и забыли проверить результат. А вдруг вернулся nullptr, а вы дальше написали какой-то код, исходя из того, что функция malloc завершилась удачно. Или вот другой пример. Скажем, есть такая функция... В C была такая функция. А то и. Да, ну, функция преобразования... Я опять не расшарил, или расшарил, нет, расшарил. Функция преобразования числа в строку. Вот. Что она делает? Она, значит, принимает строку, возвращает число. И если оказалось, что не получилась конверсия, то 0 возвращается. То есть вам надо, когда вы пользуетесь функцией, не забывать проверять результат на равенство nullptr. Или на равенство какому-то специфическому значению. Потому что у нее есть специфическое значение, означающее, что функция завершилась неудачно. Но вы-то, если забудете это сделать, получится, что вы... Ну, у вас, дальше, логика поведения программы неправильная. Вы-то думали, что все отработало. А оказывается, у вас неудачная операция уже здесь, на этом этапе завершилась. И дальше все сломается. Вот. Ну, раннее обнаружение ошибок, это вообще залог хорошего кода. Когда вы быстро понимаете, что что-то пошло не так. Вот. Короче, старые оба подхода, когда вы возвращаете код ошибки, или когда вы по указателю или по ссылке передали функцию переменную, в которой на положение код ошибки, или результат, а наоборот возвращаете код ошибки. Или еще хуже, вот если вы будете заниматься низковым уровнем программирования, вы будете на втором курсе, скорее всего, почти все. Когда вы будете писать там код на чистом СИ под операционку, там есть такая глобальная переменная, называется RNO. Она хранит код последней ошибки, произошедшей где бы то ни было. Ну, то есть, когда вы пользуетесь системными функциями Линукса, там есть такая глобальная переменная RNO. Вы можете заинклудить, includeRNO.h. И когда вы вызываете какую-то системную функцию, вы должны не забыть посмотреть, чему равно RNO после вызова этой функции. Если оно равно какому-то специальному значению, то значит, у вас произошла ошибка. И по численному коду, чему она равна, вы поймете, какая именно ошибка. Вот так жили древние наши предки, которые писали на чистом СИ. Что же придумал создатель наш великий? Ну, я думаю, не он первый был с этой идеей, но, в общем, он тоже приложил руку к ее осуществлению. В общем, он придумал механизм исключений. Когда у вас есть какая-нибудь функция, которая может потенциально завершиться неудачно, она может вместо того, чтобы возвращать какой-то специальный код, нештатно завершиться, выйти, она может, так сказать, бросить ошибку наверх, бросить исключение. Вот как это выглядит. У вас может быть функция... Ну, я не знаю там. Давайте я скажу divide. Вот функция деления, которая берет, принимает два числа, int a и int b. И она может вернуть мне результат, но может, если b равно 0, она неудачно должна завершиться. И вот она говорит, если b равно 0, то и вот сейчас будет новая... Ну, для кого... Мало для кого. Новая, наверное. Синтаксическая конструкция, новый оператор и новое ключевое слово throw. Бросить. Значит, я могу сказать бросить. И что бросить? После throw я могу написать любой expression. Вот. Но, как правило, бросают объекты каких-то исключений стандартных. То есть вот есть в стандартной библиотеке заголовочный файл exception. И я могу бросить, ну, например, std, не знаю, logic error. Divide by zero. Ну, а иначе return. Результат деления. Да что ж такое. Вот. Теперь я могу сказать divide от, не знаю, 1,0. И эта функция мне ничего не вернет. Потому что она выйдет из своего тела раньше, до того, как return выполнить. То есть, по сути, throw – это альтернативный способ выйти из функции наряду с return. А что происходит, когда я так выхожу из функции? Происходит так называемая раскрутка стека. Ну, то есть вот у меня есть main, я из него вызвал какую-то функцию f1, из него вызвал какую-то функцию f2 и так далее. И вот я нахожусь там на уровне f10. То есть вот у меня там на 10 уровней в стек я зашел. И вот из f10 я вызываю, я кидаю throw, говорю. Что происходит? Уничтожаются первым делом все локальные переменные функции f10, которые были созданы. Вызываются их деструкторы в порядке обратном созданию. И я выскакиваю на уровень выше, на f9. Ну и так далее. В общем, все в обратном порядке уничтожается, пока я не выскочу на самый верхний уровень. А в какой момент это все прекращается? То есть, как мне обработать эту ошибку? А для этого у меня и существует синтаксическая конструкция try-catch. Она есть почти во всех тоже современных языках программирования. В питоне вместо throw пишут raise. вот, но try-catch то же самое. А, не try-catch, а try-accept, но суть та же абсолютно. Я хочу поймать исключение. Вот этот вот тип называется исключением. Я хочу поймать исключение брошенной функции divide. Для этого я завожу блок try и здесь пишу catch. Ну и вот, допустим, ловлю эту самую std logic error. Вот, и что я могу сделать здесь с этим объектом logic error? Я могу, ну, у стандартных исключений есть разные методы. Один из самых полезных это метод what. Что? Что случилось? Я могу сказать stdcout.r.what. What. 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 Вот метод, который возвращает строку. Это та самая строка, которую вы передали, когда создавали объект. Заметьте, что мы в языке C++, и поэтому, если я поймаю исключение по значению, то оно лишний раз скопируется, когда я его поймал. Никто ничего подобного не отменял. Вот, конечно, я могу поймать исключение по значению, по ссылке, по константной ссылке. Недостатки и преимущества этих подходов мы сейчас скоро обсудим. Вот, это вот конструкция try-catch, это неделимая конструкция, то есть вот try, дальше фигурная скобка, и вы пишете какие-то команды. И, господи, что же такое-то со мной? И, если вот пока выполняется этот код внутри блока try, кто-то выкидывает исключение, то есть исключение обязательно должно выкинуть непосредственно этот вот прям код, который написан. Это может какая-то функция из глубины стека выкинуть исключение, но его никто не поймал на верхнем уровне. Тогда вы вылетите вот в этот try, и если будет подходящий catch под ваш тип исключения, то вы попадете вот в эту секцию. К этому моменту, понятно, все локальные объекты из соответствующих властей видимости предыдущих уже будут разрушены. Вот, что это нам дает? Теперь это нам дает возможность писать гораздо более короткий, лаконичный и приятный код, потому что, если раньше нам нужно было каждый, просто каждый вызов функции потенциально опасной обвешивать ифами, если она завершилась неудачно, сделай то. А представьте, что у вас функция на 10 уровне стека завершилась неудачно, а обработать эту ошибку вы можете только на каком-то третьем уровне. То есть вам надо будет через 7 уровней вызова прокидывать вот этот возврат, вот это вот значение возврата или код возврата, и все время писать иф на всех уровнях, насколько будет много кода лишнего. Вот если посмотреть на некоторый старый код на C, который написан в этом стиле, там реально большая часть кода, большая по количеству строк, это не содержательное действие, а проверка, что если предыдущий афм завершился неудачно. Потому что в таком стиле написания реально на вот эти проверки иф что-то пошло не так, уходит больше места в коде, чем на полезные действия. Ужас. С помощью try-catch вы можете не париться, ничего этого не писать, вы автоматически долетите до того уровня, на котором сделали кэч нужного типа. И тут с этим что-то и сделаете. И после того, как кэч закончился, вы пойдете, разумеется, дальше выполнять вот этот вот код, который ниже фигурной скобки. Вот в некоторых языках еще есть finally, например, в java, есть еще третья секция, try-catch-finally. Finally это штука, которая выполняется в любом случае, независимо от того, успешно выполнится try или нет. То есть у вас сначала сделалось try, если поднялась исключение, то произошло catch, если не поймалось, то ну и хорошо, но в любом случае делается finally. В плюсах такого нет. И на самом деле для плюсов это не нужно, потому что в плюсах детерминированно вызываются деструкторы всех объектов и освобождаются все ресурсы, поэтому в finally делать нечего на самом деле. Вот в java есть что поделать в finally, а в плюсах все создания, уничтожения объектов вызываются детерминированно, поэтому в finally вроде как бесполезен. Так. А можно ли писать try и catch без фигурных скобок? Ну типа по одну строку. Нет. Синдоксически нельзя. Вот try и catch обязательно требуют после себя фигурных скобок. Кажется. Ну, я честно говоря не хочу проверять. Мне кажется, что да. Я никогда вообще не видел, чтобы было иначе и сам не пробовал. Возможно. Но, короче, лучше писать с фигурными скобками. Вот. Вообще try и catch это очень дорогое удовольствие. Господи, как перестать зевать. Вы не знаете случайно? Я что-то, что-то... Оно не так. Try и catch это дорогое удовольствие. Дорогое в смысле времени, в смысле процессорных инструкций. бросание и ловле исключения это очень тяжеловесная операция. Даже тяжелее, чем new delete. Вот. Бросить поймать исключения это дороже, даже в разы, чем сделать new потом delete. Так. Ну, чё, есть ли вопросы про базовые сценарии использования эксепшенов? Ну, давайте поговорим о том, а где мы уже встречались с исключениями? Какие есть стандартные функции операторы, может быть, которые бросают исключения? Деление целых чисел на ноль. Нет, неправда. Вот, да, мы с вами на самой первой нашей встрече обсуждали, что у стандарта контейнеров, у векторов, в частности, есть этот app, который работает на квадратные скобочки, но только бросает исключение std out of range, если вы мимо массива промахнулись. Вот, метод add это вот стандартная штука из стандартной библиотеки, которая бросает исключение, если что-то не удалось. А что еще? Какие еще известные операторы или методы стандартной библиотеки бросают исключение? Давайте поговорим про операторы. Есть три оператора, которые бросают исключение. Которые могут бросить исключение. Как вы думаете, какие? Деление, я уже сказал, не бросает никаких исключений. И делит не бросает исключений. А вот new может. Что делает new? Что? Нет, квадратные скобки тоже не бросают исключений, во-первых. А во-вторых, я имею в виду стандартные операторы, а не переопределенные у классов. Что вот делает оператор new, если у него память не удалось выделить? Бросает исключение. Вот давайте я попрошу new на ну уж слишком много. вот давайте я скажу new и что? Давай чуть попозже обсудим. Сейчас я про это отдельно расскажу. Давай сначала про new. Вот new вопрос очень важный на самом деле, что происходит с делением, но сначала вот это, сначала new. Вот я сейчас попрошу new int на, ну я не знаю на сколько. Надо на какое-то совсем безумное число попросить, чтобы уж точно мне отказали. Вот давайте я попробую вот так. Вот, смотрите, что еще произошло. Вот эта фраза, она вам должна быть уже знакома, наверняка вы ее где-нибудь видели. Сейчас мы ее подробненько обсудим. Terminate cold after throwing an instance of stdbedalloc. Вот, stdbedalloc aborted cordant. Давайте сначала поймем, что означают вот эти слова. Terminate cold after throwing an instance of. Ну вот, stdbedalloc это тип исключения, которое было брошено оператором new. Что такое терминит? Да, терминит это такая стандартная функция языка C++. Сейчас мы на нее посмотрим. Сейчас мы снова откроем себе референс и посмотрим на функцию терминит. std терминит это функция, которая вызывается рантаймом C++ terminate a skull by C++ runtime when the program cannot continue running on the following reasons которая автоматически вызывается в рантайме в C++ если любое из следующего произошло. Первый пункт. Исключение брошено и не поймано. Но тут много разных других пунктов. Мы с вами один как минимум раз встречались с вызовом функции terminate не связанным с брошением исключений. Кто помнит когда? Кто помнит тот молодец. У нас с вами однажды уже было terminate cold но это было не связано с тем что исключение брошено. Нет. А сейчас не делаю все. Мне нравится. Да, все шагов. PureVirtualFunctionCol у нас с вами был. Там мы столкнулись с ситуацией что terminate cold without an active exception была вызвана терминейт без какого бы то ни было исключения. Я вот смотрю и что-то не могу найти в списке причин почему вызывается terminate и это здесь. Никто не видит случайно? Там будет конструктор что-то. Ну ладно. Что-то не написано здесь почему-то не названа эта причина. Ну да ладно. Так вот std terminate это функция которая вызывается автоматически если у вас брошена и не поймана исключения. А что делает эта функция? Эта функция как раз выводит на экран сообщение почему она была вызвана? Ну она реализована вот ее нельзя написать самим ну то есть нельзя при условии что вы не либо std стп реализуете компилятор функция terminate она как бы родная для компилятора в том смысле что она умеет понимать по внутреннему состоянию программы что произошло и в зависимости от этого на консоль выводят сообщение и обычно она выводит сообщение terminate call taxes from an instance off и смотрит на тип и выводит название типа а дальше говорит what и вот у нас было написано what battle lock а потом aborted core dump что такое aborted core dump ну дело в том что есть еще функция abort которая вызывается после terminate что такое abort abort это убийство но если серьезно то abort это сишная функция которая просит операционную систему убить программу с вердиктом aborted и вот именно тогда выводится на экран сообщение aborted core dump значит ну давайте посмотрим теперь еще раз на вот это то что произошло ну вот это вот нам вот этот текст нам вывела функция std terminate а это произошло из-за того что мы вызвали функцию abort из сишной библиотеки функция abort из сишной библиотеки она просто уже делает низкоуровневую такую операцию которая ну грубо говоря просит операционную систему убей меня и ее убивают с вердиктом aborted вот так вот оператор new кидает исключения типа std badalock если у него не получилось выделить память а кто еще умеет кидать исключения из стандартных операторов какой-то каст какой не шарится конечно динамик каст разумеется динамик каст это тот единственный из кастов который должен кидать исключение потому что static каст исключение это рантайм вещь вот важно исключение это чисто рантайм штука в отличие от шаблонов нас с вами через раз мы виртуальные функции обсуждали это была рантайм концепция шаблоны это компайлтайм концепция полностью исключение это снова чисто рантайм штука в компайлтайме не бывает никаких исключений в рантайме могут быть исключения и понятно что никакой static каст конст каст или интерпед каст исключениями дело не имеет потому что они уже в компайлтайме известны успешны или нет а дальше если не успешны там только убэ но динамик каст должен уметь в рантайме проверять корректный он или нет и если некорректный то как-то сигнализировать об ошибке и если это динамик каст к поинтеру то он может просто вернуть null pointer а если это динамик каст к ссылке то что ему делать он ничего не может вернуть и получается что он должен кинуть exception и динамик каст в таком случае не оригинальное название правда а что кто какой еще из стандартных операторов именно из операторов умеет кидать исключения new динамик каст а еще это очень тупой вопрос на самом деле какой оператор он только один еще кроме new и динамик каст умеет кидать исключения из стандартных не из перегруженных библиотеки а из стандартных оператор throw вот есть ровно три оператора которые умеет кидать исключения это throw new и динамик каст все остальные исключения не кидают и вот здесь пожалуй я заведу пункт 7.2 это настолько важно что я целый отдельный параграф под это заведу назову его runtime errors снова у нас кажется уже был параграф с таким названием но я сейчас немножечко по-другому назову параграф 7.2 будет называться difference between exceptions and runtime errors вот вот сейчас самое важное знание которое надо понимать про исключения вот скорее всего там ну может не у большинства но я думаю даже у большинства вас скорее всего его нет вы ну очень многие путаются всегда когда вот только начинают с этим иметь дело надо четко разграничивать что является исключением а что нет потому что поймать с помощью catch можно только то что является исключением исключением в смысле плюсов вот например если я завел вектор и обратился квадратными скобочками за его пределы v миллионное равно единице это как известно ошибка хорошо вам знаком названием семейнтейшн фолд но если я оберну это в трай да что я забыл сказать важное всегда забываю блины в этот раз тоже забыл после catch можно писать многоточие в круглых скобках это не не в учебных целях я упрощаю а реально можно прямо многоточие так и писать это еще одно значение многоточие бывает многоточие в сишных функциях переменное число сишных аргументов бывает многоточие пакеты шаблонных параметров распаковка пакетов и фолд экспрешных а еще бывает многоточие в catch это третий третий вид многоточие это все разные многоточие так вот я могу написать catch многоточие и здесь написать поймал вот но я ничего не поймаю сейчас потому что сегментейшн фолд это не эксепшн ну или вот я могу сказать int x stdc int x и решу такой вывести а что будет если я 5 поделю на x давайте попробуем ввожу-ка я 0 floating point exception core dump и я ничего не поймал но это не эксепшн а знаете почему он называется эксепшн потому что это эксепшн другого уровня ты поймал значит floating point exception а я поймал std out of range мы на разных уровнях есть эксепшн на уровне плюсов а есть эксепшн на уровне процессора дело в том что в процессоре когда он делит на 0 в нем возникает исключительная ситуация и он зовет операционную систему ее обрабатывать в процессоре ну вот в железке в интеловском процессоре и это тоже называется эксепшн но это совершенно другой эксепшн это не эксепшн уровня плюсов те ошибки те runtime error которые мы с вами изучали до этого мы с вами изучали мы с вами несколько видов runtime error видели какие у нас были segmentation fault floating point exception aborted это вот три по сути вида runtime error с которыми падают наши программы это три вида runtime error которые на низком уровне происходят из-за которых можно упасть но далеко не все из них обусловлены плюсовыми эксепшнами если мы падаем из плюсового эксепшн из-за плюсового эксепшн низкоуровневого наша причина падения это aborted с точки зрения операционной системы наша программа завершается с редиктом aborted а исключение которое мы тут кидаем и ловим это уровень абстракции другой над этим всем так вот обращение к вектору по несуществующему индексу деление на ноль и там вот что еще мы знаем какие еще бывают причины падения переполнение стека это все не эксепшн с точки зрения плюсов это эксепшн с точки зрения процессора но это не эксепшн с точки зрения плюсов и try-catch они не ловятся конечно же а вот обращение через add по индексу ловится потому что это эксепшн кинутый через throw это throw std out of range вот и еще вторично усугубляет ситуацию тот факт что есть такой класс стандартной библиотеки который называется std run-time error чтобы окончательно всех запутать есть класс с названием std run-time error который частный случай std exception вот но понятно что std run-time error это далеко не любой run-time error то есть аборт rinited sick fold и вот это все это run-time error низкоуровнево но это конечно же никакие не exception высокоуровнево с точки зрения плюсов в то же время есть низкоуровневое понятие floating point exception которое не exception с точки зрения плюсов а есть run-time error которое с точки зрения плюсов run-time error но его можно поймать и это будет никакой не run-time error низкоуровнево Так, вы поняли? Вот это очень важно. Если вы ничего не запомните про эксепшены, запомните вот это, пожалуйста. Начните ориентироваться вот в этом, что эксепшены уровня плюсов и эксепшены, из-за которых программа падает в конечном счете, это разные уровни совершенно ошибок. И первое можно поймать, и если мы не поймаем, то мы упадем с вердиктом аборта. А второе поймать нельзя. Если можно было поймать floating point exception и segfold и тому подобное, то это были бы не плюсы, это был бы какой-то питон. Ну, потому что, как я еще раз говорю, в языках типа питона, там никогда не происходит напрямую обращение по индексу или там деление. То есть он за вас всегда, он вас страхует. То есть как бы там за вас рамтаймом навешан ифчик, а не делишь ли ты на ноль? И если делишь, то он кидает вам аж, то есть вот я сейчас напишу там питон 3, да, и скажу там x, не знаю, 5 поделить на ноль. Он мне скажет zero division error. Но не произошло никакого floating point exception core dump. Почему? Если бы это реально в процессоре случилось, то программа была бы убита операционной системой со словами вот с этими. Потому что это уже от операционки прилетело мне. И меня операционка сейчас убила. То есть процессор обнаружил деление на ноль, позвал операционку, операционка убила программу, которая это совершила. Но никто питон не убил пока что. А случилось zero division error division by zero. Кто это написал? Это не операционка написала, а это питон отследил, что я делю на ноль, потому что он меня страхует все время. Всякий раз скажет, что я делаю. На уровне самого питона там ифчики стоят. Не делаю ли я что-то плохого, если делаю keen exception уровня питона. А в плюсах так не происходит. И поэтому в плюсах вы можете быть убитой операционкой вот так жестко. И этого не поймаете. Давайте напоследок посмотрим на иерархию стандартных исключений. Вот. Видимо, на сегодня это будет все. Кто видит exceptions в лайбраре. А, ну вот, exception. Ну вот. Значит, есть класс exception. У меня есть конструктор, деструктор. Кстати, деструктор виртуальный. И вот тоже виртуальная функция. Понятно, почему виртуальная? Ну, потому что вы хотите, чтобы даже если вы поймали exception по ссылке на базовый класс, то когда вы зовете вот, звался бы вот у дочернего класса. Логично, логично. Поэтому вот, это виртуальная функция. А, следовательно, и деструктор должен быть у exception виртуальный. А, следовательно, exception стоит еще дороже, чем могли. То есть, она еще и виртуальная функция обязывает вас использовать. Зачем ему нужен оператор равного длина явно? Чего зачем нужен? У него оператор равного определенного явно или он деконструируется? У него реально оператор равного или нет? Не знаю. Нет, ну, слушай. Наверное, нет. Потому что... Потому что вот все-таки... Ну, потому что у него конс-чар звездочка... Я не знаю, перевыделяет память или нет на присваивание. А, он содержит строку в себе. Да, у него строка должна храниться. И непонятно, она хранится как указатель. Да, вот смотрите. Если... Если this и other bot have dynamic types as the exception, и строки равны, то... Да, то тогда строки будут равны. То есть, присваивание exception это присваивание строк, по сути. Оболочка у нас строкой, грубо говоря. Ну, в каком-то смысле да. Просто вот с удобной системой подтипов. Вот список стандартных типов исключений. Ну, вот есть... А, ой, я, конечно же, вас, как всегда, обманул. Есть еще один оператор, который имеет исключения. Type ID. Он кидает исключения, типа STD, bad type ID. А когда он, кстати, его кидает? А, ну, тут уже написано. Когда вы пытаетесь вызвать type ID от null pointer. От direct null pointer. Вот. Ну, ладно. Стандартные исключения. Ну, вот, bad type ID, bad cast, bad unlock. Тут еще есть разные, bad всякие штуки. Мы с ними потом, возможно, познакомимся. С некоторыми уж точно. Но, если отбросить вот эти всякие стандартные, то глобально стандартные исключения подразделяются на два больших подвида. Это logic error и runtime error. И вот опять, runtime error – это уровень плюсов runtime error. Это не та runtime error, которую мы раньше runtime error называли. Logic error и runtime error. Вот кто понимает идейно разницу, какие ошибки олицетворяют logic error? То есть, когда кидать что? Вот вы хотите кинуть logic error или runtime error? Когда понять, что кинуть? Видимо, logic error, если произошло то, чего не должно, в принципе, случаться. А runtime error, если, в принципе, может, но все-таки не хотелось бы или что? Если может, то в ходе реально маленький. Ну, конечно, с точки зрения логики запроса в пользу, если есть. Вот. Это правильная мысль. Значит, идея следующая. Logic error – это ошибка, в которой вы сами виноваты, в которой виноват пользователь. А runtime error – это ошибка, в которой он не виноват, просто реально что-то не так пошло. Ну, то есть, вот смотри, что такое logic error? Invalid argument. Неправильный аргумент чувак передал. Domain error. Неправильный, не знаю, что это такое. Length error – длина неправильная. Out of range – future error. Короче, когда пользователь вызвался от каких-то неправильных наборов аргументов, и из-за того, что он от них вызвался, что-то пошло не так, выкидайте logic error. Типа, ты что-то напутал, ты мне передал какую-то ерунду, поэтому я не могу сделать то, что ты просишь. Вот это logic error. Runtime error – это когда пользователь не мог предусмотреть, что он как бы все правильно передал, но просто overflow, например, error. Ну, пользователь нормальные числа передал, просто пока вы считали, у вас overflow случился. Вот. System error – не знаю, там, ну, операционная система вообще-нибудь там отказала. File system error – non-existent local time. Ну, типа, короче, ошибки, в которых, ну, пользователь не виноват. Вот, знаете, есть коды ответа 400, коды ответа 500. Да, ошибки на стороне клиента, ошибки на стороне сервера. Ну, вот logic error – это, грубо говоря, когда вам что-то не то передали, и поэтому вы упали. А runtime error – это когда вы сами не справитесь. Вот. Чего-чего? Ошибка в будущем. Что? Не, ну, future error – это, очевидно, ошибка… Ну, это ошибка при использовании классов the future, the promise. А, понятно, что future – не в этом смысле. Чего? Завидите, насколько больше time error, чем logic error? Logic error – это когда у вас с меня отлузы контролем по маклору. Маклородик error. То есть всегда приятный. Да, calculus error, algebra error. О, это чё, error? C++ error. B Мне кажется, что, наверное, можно на этой счастливой ноте на обсуждение всего этого и закончить, давайте на сегодня все, наверное. В следующий раз мы продолжим破 исключение. Хухухухухухухухухухух. Спасибо.